Всем привет! Меня зовут Катя и сегодня я вам расскажу Кешел это красивое платье для своей дочки. Субтитры сделал DimaTorzok Выкройка это Элины по тыквой, платье Бабочка. В самом начале обязательно проверяем проверочный квадрат, он должен быть строго 5 сантиметров со всех сторон. Все выкройки даны с припусками на швы. На каждой выкройке написано, сколько деталей должно быть и из какого материала они должны выкраиваться. Есть метки и их нужно перенести на детали. Если деталь будет салгибом, то на выкройке это будет написано. На выкройках рукавов и ярусов есть цифра, насколько нужно собрать сборку. Для размера обхвата груди 80 и выше, рост 152, 158, 164, нижний ярус крыти поперек не подолевой, если ширина ткани 150 сантиметров. Так как он шире 150 сантиметров и делает дополнительные швы некрасиво. На нижнем ярусе есть припуск на подгибку. Для пошива я выбрала ткань барби. После раскроя должно получиться Одна деталь обтачки переда и такая же деталь из дублерина. Две детали обтачки спинки в зеркальном отражении. Две детали дублерина обтачки спинки в зеркальном отражении. Две детали рукава крылышка. Две детали спинки в зеркальном отражении. 1 деталь полочки со сгибом, 2 детали нижнего яруса со сгибом, 2 детали среднего яруса со сгибом, 2 детали верхнего яруса со сгибом. Еще нам понадобятся нитки и одна пуговка. В самом начале детали обтачки я проклею дублерином. Низ их обработаю на верлоке. Эти швы я отутюжу. Сейчас соединю плечевые швы на обтачке и плечевые швы полочки и детали спинки. Сколю булавками. Сточаю их на верлоке. Швы разутюжим в разные стороны. Теперь лицом к лицу соединяем обтачку и горловину. Сколем булавками и сточаем на верлоке. Швы разведите в разные стороны. Будьте внимательны на пересечении швов. О, Отстрочите шов на сторону обтачки на швейной машине на расстоянии 1-2 мм от края. Для этого я буду использовать вспомогательную лапку для отстрочки, с ней получается очень ровно и красиво. Приготовьте небольшой отрез под петельку для пуговки. Я ее сделаю из основной ткани. Сверну отрез, сколю булавками и сметаю. Сделаю строчку на швейной машине. Сделаю строчку на швейной машине. Из детали спинки приколю петельку. Лучше зафиксировать стежками вручную. Далее накройте ее обтачкой. Петелька получится между деталями спинки и обтачки. Сделаю строчку на швейной машине, сколите иголочками. И другую сторону также сколите иголочками. Стачайте на оверлоке все стороны спинки. Стачивайте так, чтобы лицо оверлочного шва было на лице спинки. Уголки я надсеку, чтобы не было лишней толщины. Хорошо отутюжим этот шов. Сейчас мы сложим детали спинки лицом к лицу и сколим иголочками. Важно, чтобы низ обтачки был на одной линии. Поэтому зафиксируйте это пересечение иголочкой. Субтитры создавал DimaTorzok Проложим строчку на швейной машине, ровно до метки пересечения обтачки спинки. Хорошо отутюжьте и разутюжьте эти швы. Давайте обработаем край крылышков рукавов. Можете проложить строчку на оверлоке и подшить на швейной машине. Я просто подверну низ в два раза и стачаю на швейной машине. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok То же самое сделайте и с другим рукавом. Для сборки проложить две параллельные строчки на швейной машине. Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подтяните за нить нижнего петлителя и сформируйте складки. Сделайте это одновременно и равномерно их распределите. Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Приколите крылышко к пройме рукава булавками. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Сточайте на верлоке. Будь осторожной, проверяйте низ, чтобы туда никакой слой не нужно не попал и поправляйте складки. Субтитры создавал DimaTorzok То же самое сделайте и с другим крылышком. Я отстрочу шов на изделие также с помощью вспомогательной лапки для отстрючки. Субтитры создавал DimaTorzok Подготовим ярусы. На каждом ярусе проложите две параллельные строчки на швейной машине. Соберите каждую сборку, либо по длине указанной на выкройке, либо по длине низа предыдущей детали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Должно получиться шесть деталей ярусов со складками. Теперь давайте соберем ярусы. К низу верхнего яруса приколите сборку среднего яруса. Сточайте на верлоке как крышки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь к низу среднего яруса приколите сборку нижнего яруса. Сточайте на верлоке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Таким образом соберите обе части. А сейчас скалите сборку верхнего яруса со спинкой и с полочкой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сточайте на верлоке. Все швы отутюжьте. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь давайте сточаем боковые швы. Скалите боковые срезы. Особое внимание уделите швам, обязательно скалите их. Сточайте на верлоке. Субтитры создавал DimaTorzok Не торопитесь, когда будете стачивать пересечение швов. Лучше даже замедлитесь, чтобы избежать смещения деталей. Выверните платьюшко на лицо и проверьте все швы. Сейчас обработаем низ платья. Можете обработать на верлоке и подшить, а можете сделать как я. Я подверну его в два раза и скалю булавками. Иглу на швейной машине я сдвину влево и проложу строчку на ширину лапки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Теперь обработаем наше платье. Уберем и спрячем все ниточки. Зафиксируем обтачку на плечевых швах. Я это сделаю стежками вручную. Пришнем пуговку. Я ее решила перевернуть. Изнаночная сторона мне ее понравилась гораздо больше. Субтитры создавал DimaTorzok Платье от утюжем и оно готово. Очень милое и нежное платье получилось. Можно его носить и летом, и на зимние праздники, и даже в школу. Для пошива можете использовать и хлопок, и трикотаж. Например, футер двух ниток. Я лично его обязательно попробую. Ставьте хэштег платья бабочка. Отпечайте нас. Не забывайте про лайк и подписку. Всем спасибо за просмотр. Удачного дня и красивых складок.